Поменяли сторонами команды Потом ботом теперь снизу И теперь у них Нету первого пика Но зато у них есть дабл пик Тоже очень приятно Бан бруды профита от квантиков И на этот раз потом ботом не банят Темпларочку Сирену взяли Дарксира Тяжелая ситуация сейчас Потому что если квантики не банят Ликана Нужно банить Ликана А если они банят То в принципе у ботом ботом все ясно Они должны банить темпларку Ну если они не хотят против нее играть Как в первой игре Просто у квантиков хорошая темпларка И могут они потащить ей Так, пошло резервное время Забавно так резервное время прыгает Думают Действительно квантики в непростой сейчас ситуации Банить Ликана Не банить Нет, Чен Ну и что здесь? Здесь Между темпларкой и Ликаном Я думаю ПБ размышляют И это темпларка Да, причем это сознательный ход был от ПБ Ну как, не то что они хотели Ликана отдавать Они не хотели сирену Дарксира и темпларку увидеть Там обнуляется стат Да, это Ликан И теперь Ликан от квантиков Посмотрим, что ПБ придумают против Ликана Ну вот квантики молодцы, конечно Они вынуждают против себя банить эту темпларку Из-за этого Надеюсь, правда, у них Ликан хороший И все будет прикольно 10 секунд 5 секунд Ремейн Резерве Сейчас там билеты в зал продают в магазине Дота 2 Почему не продают билеты Дота ТВ на International Ну потому что рано еще Подождите Это во-первых А во-вторых, может оно бесплатное будет Они же не просто так стресс-тест делают Если они будут платные 4 тысячи народу вряд ли купят Дота ТВ билет А бесплатное На отборах же было бесплатное Дота ТВ? Было Я думаю, что будет бесплатное Тинкер и Нигма Продолжают ПБ гнуть свою линию Опять Тинкер и Нигма И опять вот этот пик, на который Даже Ликану будет тяжело лезть Но вот как ты вылезешь на Тинкера и Нигму Ты проходишь через кучу машин И еще можешь потом словить Блэк Холл И по-любому там есть где-то Идолоны, Маллифайс, Миднайт Пульс Это жестко Причем Миднайт Пульс, как мы недавно узнали Бьет сквозь БКБ Ну так просто Для справки Потому что у него, несмотря на то, что написано Магический урон Он на самом деле универсальный Есть такой тип еще Интересный Который Которым обладают не так много Вот у Тинкера он тоже через БКБ бьет машинками Вот оно Вот нужно подписать универсал Почему же написано это магический? Напишите Будьте людьми Я долгое время не мог понять Почему же так? Почему же Тинкер бьет машинами Сквозь БКБ? Ведь магический урон Забанив Чена Причем они специально забанили Чена Они берут Инчу И очень Такая агрессивная получается стратегия Ликан, Лишак, Инча На отборах они только тестили Но сейчас Как бы все равно могут сделать Это Это же Вауэ Они сделают бесплатно Как бы поднимут себе тоже О, молодцы, скажет Респект Бесплатно сделали Дота ТВ Который, я надеюсь, лагать не будет Хотя там будет отнюдь не 6 тысяч народу Там будет тысяч под 20 В лучшем случае Если учитывать азиатов Там может быть вообще под 100 В Дота ТВ И Друид Друид у нас против Ликана В очередной раз Кстати, я не посмотрел на Друида Кэрри 2 звездочки Дюрейбл 2 Ну понятно, он жирный Пушер 2 И Джанглер Видите, Джанглер 1 звездочка У Ландруида Он все-таки плох в лесу Он медленно качается Из-за вот этой своей характеристики Много ХП Мало урона Ну Ликанг Как бы так Кэрри, да Но Вы видели Для чего он прежде всего нужен В прошлой игре Прошлая игра Это вообще такой Ну вот одно из лучших применений Ликану, который я видел Потерпел, потерпел, потерпел Вышел, убил Там очень много Решил пик Но тем не менее Просто против Ликана Все-таки нужно пикать что-то такое Вот здесь есть Тинкер С машинками Здесь есть Энигма С останчиком Со своим И с Блэкхоллом Лондру И тоже Который может корнями его прикопать Ну вот еще мы не дошли До той стадии игры Когда Ликана действительно Будут Контрить И не знаю Вернемся мы ли к этому Или нет Когда будут пикать Всяких бэтрайдеров против него Там Бестов Но беста уже пикают Интересно как поставить свои линии На этот раз ПБ Прямо вот за этим Любо дорого смотреть Они так грамотно все делают Что даже посоветовать Что-то нечего Остается только Восхищаться И там если где-то Чего-то не понимаешь Наоборот Догонять Не всегда так бывает ЦМ и Тайтхантер Вот как раз ЦМку забанили Против Ликана Хаос Найт Вис против Ликана Интересное решение Не Саш Ну да Не Саш Он же не Сай Он же Хаос Найт Это все Да Бэтрайдера Именно Ну и беста По той же причине И Нигму То что ульт Бьет через БКБ Это прежде всего Так ну что у нас Вот он как раз Ну квантики тоже Молодцы Хорошо Пикуют Забанили ПБ Сразу Брюмастера Побоялись этого героя Но бест улетел Беста уже не будет Берут Рубика Да Вот сейчас я не совсем Понимаю Что они запланировали Как бы Что будет делать Энигма Что будет делать Лондруид И что будет делать Рубик Не решаюсь Я сказать Ну Лондруид и Энигма Они могут как лес Идти Так и легкую Так и сложную И тот И тот И тот Герой Но все таки Друиду здесь Нужно фармить И фармить Нужно быстро Желательно Вот не как В прошлой игре Радианс А пораньше Вот как раз Где-то к 20 минуте Либо оттянуть Как-то тайминг Ликан Ох Дэс Профит И это будет Пуш 4 героя Пушера Виномансер Одна звездочка Пуш Дэс Профит Две Энчантрас Две Лишрак Три Ликан Две Все герои Абсолютно Идут в пуш Ну причем Дэс Профит Это вообще Такой Как бы Отвечают Шаману Да Будет Очень интересная Игра И посмотрим Как теперь Квантики Продавят ПБ АПБ Будет Продавить Непросто С такими Героями Как у них Ну и В общем-то Квантика В первой Игре Тоже Казалось Что Будет Продавить Непросто Что Стоило Мне Пожаловаться Что Не пикают Кробу Как Видимо Тут же Взяли Кто На кого Ставит Там делают Прогнозы Уже Ставят Один голос За ПБ Есть Я даже Не знаю На кого Здесь Ставить Посмотрим Веник Веник Всего Лишь Одна Звезда Зря Зря Да нет Как раз Таки Примерно Так И Есть Относительно Death Profit Относительно Лишрака Не больше Точно Веник Плюс Один КПБ Так Сразу Разбили Смог И Куда То Пошли Тинкер С лазером Рубик С фейт Болтом Есть Clarity Flask Но Они Идут На Рошана Да Это Как бы Видно Уже По Потому Что Есть Медведь Вот Как Можно Обломать Фаст Хош И Потому Что Есть Лазер У Тинкера Ну Потому Что Тинкеру Первым Лазер В принципе И на линию Берут Ну Вот Решили Взять На Рошана И Мы Видим Что Не Угадывает Тоже Все Квантики Вместе Бегут На Разведку А Здесь У Рошана Уже КП Не Остается И Сейчас Будет Спамить Лазер И Долонов Причем Взяла Энигма А Из Кого Их Вызывать Непонятно То есть Еще Не Максимум Усилия Приложили У Энигмы Нет Малифайса Нету Да Мишка Пробилд Убегает Фейтболт Фейтболт Снижает Урон Рошану Начинается Игра И Минус Рошан Забавно Он рычит Раньше Он так Не рычал Хороший Апдейт Да И причем Особенно Много Не потратили Сил И Времени Уже Идут Разве Что Можно Было По приколу Оставить Тинкеру Чтобы он Соло Получил Экспу Но Это Так Уже Это И так Неплохо И так Много Золота Как мы Видим Начинается Сразу Больше Тысячи Преимущества УПБ Ой И встречают Они Медведа Веникс ДД Ох Сейчас Сейчас Это Преимущество Вернут Но Ауи Уже Точно Не выживает Его Не смогли Задонай И И Шаман Тоже Вообще Молодцы Очень повезло Сильно Веномансеру С ДД Конечно Без ДД Было бы Гораздо Тяжелее Там Пробить Так Двоих Во всяком Случае Рубик У нас На сложный Против Ликана Вместе С Мишкой Уходит Уходит Против Триплы Ну и Сразу Сократили Неплохо Но У Тинкера Есть Аегис Не стоит Про это Забывать Аегис Прежде всего Наверное Будет Использоваться Как такая Ну Естественно Как антиганг Какая-то мера Одно Право на ошибку Будет у Тинкера Но Если он Там Почувствует Что у него Нету маны Нету ХП Ему Не стоит Возвращаться Сейчас Он Может Просто Отдаться И С полными ХП Маной Воскреснуть Хорошая Такая Тема Да И к тому же Опыты Много получили За Рошан Как видите Несмотря на то Что их потом Убили Догнать По опыту Не получилось По золоту Да Но не по опыту Кстати Крипстаты Вспоминаем Про Крипстаты Тяжело Будет Против Инчи В лесу Очень тяжело Посмотрим Как они Затерпят Ну Рубик Очень осторожно Играет Видите Мы поставили Здесь в арт И как только Он выйдет Под вышкой Его тут же Убьет Мишка Против Ликана Волки Грызут Медведи Грызут Все Грызут Веника Убиваю А что Он здесь Сделал Да Интересно Как Виномансер Оказался Вот в Такой Вот Позиции Непонятно 2-1 Венику вернули Должок Реген забрал Ликан Есть уже Бутылки И у Профит И у Тинкера Причем Профит Играет Без Сайланса Как вы Видите Чисто Через Вейв И Вичкрафт Который Снижает Кулдаун Стоимость Этого Вейва Ой-ой-ой Тинкер Лазар Вот так Заходят Под шагу Шамана Ну Не знаю Не знаю Поднимает Поднимает Рубик Поднимает Шаман Ловит Стан Шекл Не туда Энчантрос Минус И Веномансера Тоже можно убивать Стан Очень вовремя От Энчантрос Но Веномансер Все равно Не уходит Нет УПБ Здесь Хорошие шансы Они Очень Солидно Выглядят Против Такой Вот Опасной Креплы И Причем Они Специально Знали Что Пойдут На Одну Из линий Вот Такую Агрессию Мишка Сломал Вышку И Специально Пикнули Против Этого Рубика Сначала Рубик Пошел Вниз Но Как Только Увидел Что На самом Деле Происходит Наверху Тут же Перешел Туда Туда Пошел Шадоу Шаман Здесь же Рядышком Энигма И В общем Пока Что Не удается Квантикам Как-то Действительно Классно Реализовать Все Вот Это Вот Дело Тинкер Лазер На 160 ХП Лишак Находит Проблемы На Свою Голов Ой Как Много Здесь Идалонов Да На Идалонов Не Вылезти Конечно Рубик Рубик Уже Подкачан Причем Неплохо Посмотрите Он Шестого Уровня Ворует Стану Лишака Удачи Ребятки Третий Веник Третий Инча Пятый Энигма Шестой Рубик Что У Шамана Шаман Тоже Третий Не Очень Ну Как Он Классно Заходит Со спины Ликан Пятый Медведь Почти Седьмой Да Перефарм По уровню Очень Серьезный Посмотрите 3000 Преимущества За счет Рошана И за счет Того Что Энигма Качается В лесу Рубик Находит Энчант Убивает Станом Лишака Фортификейшн Фейтболка Кулдауне Веник Промазал Сейчас Повезло Что Телекинез Не стал Кидать Мог бы Рискнуть Подходит Шаман Смыть Что делает Медведь С Ликаном А как Медведь Неплохо Смотрится Соло Против Ликана Да Такой Если Грамотный И на фейзах Уже бежит Ликану Приходится Включать Ультимейт Дэс Профит С ДД В бутылке Тинкера Кто-то Убил Тинкера Как раз Таки Убила Дэс Профит Это Много Событий От меня Уходит Хотя Вроде Сегодня Всего Лишь Вторая Игра После Второго Лазера Решил Раскачать Все-таки Машины Для Фарма Для Анти Пуша Ой Неплохо Стан Лишак Выдает Поднимает Рубик Веномансера И веник Скорее всего Уже Никуда Не уходит Стан Я сейчас Вспоминаю Что кто-то Говорил Тогда в чате Мы еще Спорили Что у Рубика Нету Анимации Каста Я вот сейчас Посмотрел Походу Это правда Он действительно Дает Стан Инстант И это Очень жестко Нет Дэс Профит Не догнать У нее Вичкрафт Она под Сапогом Убежит Ну и что Рубик У нас Я так понимаю Да Топ 1 Персонаж По Статистике Хилы смерти Он ни разу Не умер При этом Три раза Убил Тинкер Заходит Со спины Убивает Дэс Профит Так Так Минус Минус И сейчас Еще Ликана Можно Закопать Копает Ликана Нужно Есть Ветку Друиду Шаман Шаман Дает Хекс Лишака Лишак Дает Хороший Стан Диаболик Лазер Экшен По всей Карте У нас Пошел Сверху Энигма Вместе С Рубиком По Рубику Не попадает Стан Ой Стан Гельб Конечно же Гельб Ну и что Рубика Арканы Пока больше Ничего нет Но Рубик Отжигает Очень хорошая Игра От обороны У Потом Ботом Мы вот Прошлую Видели Игру В атаке И здесь Они Избрали Более Оборонительный Стиль Но только Потому что Их оппоненты Гораздо более Агрессивно Стараются Играть И пока что Все хорошо Мы видим Что 5000 Преимущества По золоту И где-то так же По опыту И Тинкер С Буссов Тревел Очень неплохо Сразу запускает Машины Вот это Пуш Это называется Пуш от Квантика Ни одной вышки Не пробили Только одну Оставили с 400 ХП На трепле С Инчой С Лешраком Ой Это очень плохо Ликан 50 крипов Мишка 48 Ликан Чуть вперед Уходит Под Рэбидом Медведь Убегает Так Опять Закупил Две перчатки Видимо Медведь Опять будет Вот по такой Странной сборке Играть Непривычной Но эффективной Бах Кроба На хосте Ну Тинкер Ты не догонишь Ну точнее догонишь Ну а что дальше Да и все И хп нет Маны мало Забирают вышку Причем первые Забирают вышку Потом ботом В этой игре Что очень и очень странно Медведь Бежит за Ликаном Капает Кентавра Минус Кентавр Так Так Что-то нам просили Показать Наверху Покажи Лешрак Стан Да Как это жестко Слушайте Ну это нужно Как-то фиксить Это Это вообще У меня нет слов Рубик ворует Стан у Лешрака И дает его Без замаха Он дает его сразу Ну то есть У Лешака нету Задержки перед кастом У него есть замах Когда он Замахивается И станет После этого То есть Чистая анимация Такая Долгая Задержки там Фактически нету В результате Рубик ворует И сейчас дал Дабл каст Прям бах Тут же стан На месте Надо правда Поиграть за Рубика Чтобы убедиться В этом Ну походу Дело так и есть Вот обязательно Нужно пофиксить Мне кажется Это нечестно Получается Ой-ой-ой Виномансер Смотри Чуть не умирает И второй Рошан Ну это демоны Какие-то Они забрали Первого Рошана На первой минуте И сейчас На одиннадцатой минуте Заберут второго Ну на двенадцатой Ладно Иллюзиями Танкует Да иллюзии Не могут бить Рошана Но танковать Против Рошана Им никто не запрещает Тинкер видит В лесу Ликаны Видит его Волков То что волки Только-только Убежали Это значит К Рошану Они не успеют Можно спокойненько Его забирать Лондруид Забирает Рошана Уже второго За игру Ох Потом-ботом Что творят Демоны Поднимает Крабу Опускает Стан Лишака И минус Диспрофит Сейчас еще и вышку Заберут Работает Бэкдор защита И все Лондруид Снимает вышку Выходит в пуш Без радианция Без каких-то Особых вещей Просто выходят И ломают Меняются на вышку Наверху Один-один по вышкам Нет, два-один по вышкам В пользу Потом-ботом Они идут дальше И у них есть еще Ульшаду Шамана Тинкер сейчас Не даст запушить Наверху Да, это Размен по вышкам В пользу Потом-ботом Два в один Считывая, что Они до этого Забрали Рошана Сейчас все будет Очень плохо Пока что еще Вышка живет И можно Можно срубать Змеи Да, наверное Вышку не получится Забрать Медведь бегает Без ульта Вообще ничего не боится Лишака находят Стан Сайленс Великолепный Но на Рубика Не попадает Мека от Энигмы Как вовремя И медведь Бежит дальше За Веномансером Закапывает Веномансера Это минус Веномансер Ракеты уже летят Ракеты не попадают Только потому что Веномансер Уже умер Пробует Деспрофит Заденает Рубик Форстаф Поднимает Энчантрос Но все погонят За Деспрофит Никому нет дела До этой Энчантрос Ой какой Импетус Импетус С балкона Очень опасный Тинкер Улетает Шадоу Шаман Улетает Вышку забрали Веномансера Убили Лишака Убили Красавцы И непонятно За счет чего Они просто вышли И вот Убили Наверное Правильный будет Сказать Что Это все происходит Потому Что Начали Квантик Агрессивно Пушить И в итоге Ничего не спушили Они ломились Наверху Расшибались Там Об Рубика Ну да Они сделали Классный ФБ Там даже Даблкил Фактически Сделали Номансер Но этого Явно не хватило Это вот Самое печальное Что Для Лейта Все не так Хорошо У квантиков У них вроде Есть Диспрофит Такая Нормальный Герой Ликан Есть Ну а тут Тоже Хорошие Ребята Да нет Наверное Даже Не хочется Об этом Разговаривать Сейчас Про какой-то Лейт Там Мифический Что Кто Там еще Непонятно Кому будет лучше Факт Остается Фактом Что ПБ Сейчас Давит Хекс Лишак Хороший Нет Ликану Здесь ничего Не светит Абсолютно Против Такого Медведа Да еще И Тинкер Возвращается Медведь Слишком Сильно Расфармлен У Ликану Пока что Ничего Такого Нет Медведь Начинает Кушать Батву Край Тортификейшн Так Это у нас Уже будет 5-1 Повышка Да 5-1 Пах Треть ХП Ведем Шаман Шаман Бегает В Смоках Ну Агрессивно Вылетели Прежде всего Шадоу Шаман Там Ошибся Но Даже Не Шадоу Шаман Его Толкнул Рубик Думали Что Одна Энчант Рас На самом деле Оказалось Что И веник Рядом Шаг Но Поменялись Неплохо Несмотря На то Что Вроде Как Вылезли Необдуманно По поводу Расписания Кстати По поводу БТС Волтура Дифанса Вообще Ничего сказать Не могу На дифансе Оно еще Не стоит Наверное Сегодня Добавят Мы сможем Как-то Ориентироваться На БТС Волтуре 5-го Числа Следующая Игра По расписанию Остальные Игры Там Расписание Изменится И скорее всего Немножко У нас Растянется Потому что Комплекс Эти не могут До 10-го Числа Играть В общем Чуть-чуть Оно изменится Пока Я не стал Менять Потому что Еще 10 тысяч Изменений Будет И зачем 100 раз Переделывать Как бы Посмотрим Ну я думаю Числа 15 У нас уже И дипанс И БТС Закончится Лишак Получает Хороший урон 8-16 Полное Преимущество Потом Ботом Если в первой игре У нас еще Можно было сказать Что квантики Неплохо смотрятся Но там Чуть им не хватило Ошибку какую-то сделали То во второй Ботом-ботом Их полностью Уничтожили Они не дали себя Запушить В начале 6-1 по вышкам Несмотря на то Что в пуш Собирались выходить Вроде как Квантик гейминг Вот именно Вроде как Они понабрали Пушеров А Оказалось Что Закушать Немного И вот После этого Рубику не ставят Нюкера Когда он Один Держится Против троих Это Что-то новое На самом деле Мы просто Привыкли Говорить Там Антипушер Антипушер На самом деле Антипушер Это нюкер По-другому Как бы Все нюкеры Без исключения Они антипушеры Все вообще Но и вот Рубику Почему-то Здесь не поставили Седьмая Вышка Падает Ой Какие Маленькие Забавные Некрачи Сейчас этих Некрачей Поработит Кто-нибудь Да Они конечно Больно Грызут Рубика Но Тинкер Все разбирает Я не удивлюсь Если у него ХП там мало Было Хотя нет Машины Разбили Тинкера Я не уверен Что демаг От машин Заходит Потом Тинкеру Веника Прикапывает Очень Очень Неприятно Он мажет Гелем Минус Веномансер Минус Лешрак Минус Без профит Игг пишет Плантик гейминг Это Разрыв На сегодня День потом Ботом У нас Полное Превосходство Как над Нави Так и над Квантиками Продемонстрировали Вышли В следующий Этап Где встретиться С CLG Где действительно Будет тяжело Потому что И CLG Сейчас хорошо Играют И потом Ботом Это кстати Мы посмотрим Завтра Этот матч Скорее всего Да Четвертого Числа Ликан Келлинг Спри Ликана Убивают Это по-моему Первая смерть Ликана Так и есть Все Это конец Ну конечно Квантик гейминг Еще не выбывают Из турнира Но Будет очень тяжело Потому что В лузерах Там страшная Бой не пойдет Команд слабых Нету Более того Фавориты Взяли и понападали В лузера Как бы И теперь Они уже Не фавориты Тинкер Убивает ТП Домой Успеет Или нет Сделать Успевает Ну и сейчас Будет Мишка Догрызать Интересная Сборка Такая Очень похожая На паблик Потому что Мишки Часто Вот этот Молоток В паблике Собирают И Глав Уф Есть Ну как-то Странно Он собирается Туда Чуть Туда Чуть Это Собрал Это Разобрал Ну посмотрите Как классно Выходит Сум Летит Обратно Пришлось Ему Выкупиться И убивают Крипа На которого Он летел Да До конца Играют Хотя Смыслу В этом Никакого Нет Тем Не Менее По-любому Делал Два Хэнд Оф Мидас Да нет Кстати Я вот тоже Подумал Насчет Двух Мидас В прошлой Игре А он Из первой Перчатки Взял Собрал Мелшторм А из второй Перчатки Так ничего По-моему И не собрал В той Игре То есть Вообще Ничего Он Собрал Мелшторм Потом Мьялнир Потом Разобрал Мьялнир Судя по всему Собрал За него Кирасу Правда Я вот До сих Не уверен Что Мьялнир Можно Разобрать Но Видимо Можно Без крови Грутит Ну Сейчас Ей Можно Очень Неплох Прилететь Если Луч Не Закончится Ракеты И Шадоу Шаман Уходит На 50 Хит Давайте Что Ль Пока Почитаем Ваши Комментарии Пока Тут Продолжается Неясная Размена Недведь Сгорел Дэд Пишет Бульба Бульби Ты че Он из другой Команды На кого Вышли ПБ На Сил Джи Только Америкосы Собирают Мьялнир Первый Майден Медведю Но Тащит Рубик Не учит Если Удачно СПЛ Да У него Фейтболт Кулдаун Небольшой И Много Целей Как бы Только Из-за Этого Вон ВР Кидали Нюкера Из-за Пауэршота А Рубику Видите Не дали Так Вот выглядит Финальная Табличка Пауэршота Пауэршота